Садитесь, пожалуйста. Начинаем наше занятие. Так, ну что, есть у нас готовый что-нибудь делать доклад? По крупным проблемам, которые у нас есть? Нет, не готовы? Странно. Когда вы будете готовы? Ну, насилие нам не разрешили применять. Когда появятся интересные мысли. Вы далеко прочитали? Прочитали, нет? Нет. Там дело в том, что как раз в начале и в первой части больше всего всяких мыслей. Потом уже такая критика идет больше. Поэтому, если вы здесь вот почитали начало, тут много можно найти. Ну, я по силе возможностей, по возможностям пытаюсь вам показать, как можно искать, если быть внимательным. Вот мы закончили рассмотрение в прошлый раз. Вопрос о том, что такое способ производства, да? Что такое способ производства и что такое образ жизни. Это просто разные выражения одного и того же. И вот по тому, какой способ производства, эта вот идея, которая здесь мельком, можно сказать, представлена, она получила дальнейшее развитие. Всего существует сколько способов производства. На сегодняшний день известно. И, соответственно, образов жизни. Сколько? Вот начинаем считать. Первобытный общинный коммунизм. Вот один способ производства. Потому как они производят средства производства, да? Сообща производят, причем необходимые им средства к жизни. Средства производства мало производят, больше они занимаются собирательством, охотой и так далее. И вот в таком состоянии человечество прожило порядка девянаста тысяч лет. В первобытном коммунизме. Собственность общественная. Затем наступает период разложения. Первобытного общинного коммунизма и появляется рабовладение. А что является условием появления рабовладения? Как это связано с развитием производительных сил? Что до этого не хотели иметь рабов, а потом захотели, да? Так? Или это объясняется тоже производительными силами? Вот кто-то из присутствующих может объяснить, обращаясь к производительным силам, почему появилось рабовладение? И когда оно может появиться? При каких условиях? В первобытное время рабами делали представители таких племен, а при переходе к первобытному коммунизму обовладению Думаю, что было каким-то образом, наверное, повязать людей к городам, доставить, выполнять какие-либо функции. Ну, я думаю, это, так сказать, гипотеза не вполне оправдывает себя. Во-первых, и дальше было в основном. Раёв, рабов делали из тех, кого завоюет, так? В основном. Всё равно войны были постоянные. И в древнем Греции были постоянные войны, и в древнем Риме. Вот. Ну вот, допустим, мы с вами ввели войну, и я вас победил. Что дальше? Вот, представьте себе, война на том этапе развития производительных сил, вот это вот, я так понял, ещё не уловили отсюда. Что значит, развитие производительных сил зависит. А производительные силы позволяют вам прокормить только одного человека. То есть, кого? Себя. И мне производительные силы позволяют производить только себя. Могу я вас взять в плен? Какой смысл брать вас в плен? Какой смысл? Плены должны работать, они должны что-то делать для меня. А вы вот только себя прокормите, и всё. Поэтому результат такой, что из нас двоих один должен выжить, а другой нет. Потому что кто проиграл в этой битве? Если вы проиграли, значит, до свидания. А если я проиграл, то вы мне говорите до свидания. А вот представьте себе, вы меня уже поймали через ещё сотню лет. И я вот повержен. А вы победили. И вы можете меня в любом моменту, я уже безоружен, вы меня можете убить. Я говорю, какой смысл вам меня убивать? Какой смысл? Вот я сейчас могу сделать продуктов на себя и на вас. И вы будете отдыхать, читать книги, ходить в филармонию. Зачем меня убивать? Давайте я буду рабом, а вы будете рабовладелицей. Когда это можно сделать? Вот тогда, когда я могу хотя бы на двух человек произвести средства к жизни. То есть, вопрос в том, ну, тут не совсем на двух, потому что у рабов тоже были семьи, да? Хотя это не обязательно. То есть, рабовладельцы, вы поймали воина, вас не интересует его семья. Где она и что с ним? Ваша семья вас интересует. Значит, вы тогда подождёте ещё сто лет, чтобы производительные силы были настолько развиты, чтобы один человек мог прокормить четырёх или пятерых. Ну, и тогда вам, ну, конечно, вы можете меня убить, у вас полное есть право, да? И раба можно убить, а куда торопиться вам? А пока вот захочется вам меня убить, вы убиваете. А сейчас пока давайте я буду вам виноград собирать, спахивать то, что надо, за скотом ухаживать, а вы будете себе жить припевающей. То есть, рабство могло появиться только тогда, на том этапе развития производительных сил, когда производительные силы позволяли производить уже средства к жизни не только на одного человека, а на нескольких. Вот тогда появились условия. А такое стремление заставить работать на себя, оно могло быть и раньше. Точно так же, как оно могло быть и позже. Но... То есть, это вот связано непосредственно с производительными силами, не с тем, что вот иностранное это племя, не иностранное. Ну, прежде всего, конечно, нападали и воевали с другими племенами. Теперь вот то же самое обстоятельство заставило разрушить рабовладение. То же самое обстоятельство. И перейти к феодализму. Почему? Потому что появились новые средства производства, которые рабам давать и следовать. Правильно? Ну, кто такой раб? Он ведь абсолютно не заинтересован в результатах труда. Он работает только под угрозой того, что его убьют. Никакого экономического интереса у него нету. Поэтому вы ему дадите хорошее орудие труда, уже разработанное в связи с теми достижениями, которые были. При владении развились науки, искусство, технология развивалась, да? Появились машины известные. И вот вы даете средство производства очень хорошее и дорогое. Он его ломает. Вам это надо? Не надо. Что нужно сделать, чтобы он не ломал? Как-то сделать так, чтобы раб тоже был и зависел от результатов. Чтобы результаты производства ему перепадали. Делается это очень просто. Значит, он не все будет. Вот если я уже был бы просвещенным рабовладельцем, я бы сказал так, ладно, не надо на меня все время работать. Я вас частично освобождаю. Вот вы четыре дня работаете на меня, в понедельник, вторник, тогда четверг. Если не будете четыре дня работать, сами знаете, что будет. А дальше, пятница, суббота, воскресенье, меня вообще не волнуетесь, что вы делаете. Но вы со своими средствами производства, которые у вас есть и которые я вам дал, вы работаете и на меня, и на себя. Вы будете уничтожать эти средства производства? Не будете, потому что здесь вы четыре дня у меня работаете, а там вам три дня. А если вы сломаете, когда у меня работаете, вы ничего не сможете сделать. Ну что, руками будете там скрести? Ведь даже самое элементарное орудие труда, которое у нас сейчас есть, например, лопата. Ну, чтобы была лопата, надо металл выплавить. Между прочим, правильно? Это уже большая задача. Ну, второе, надо крепить этот самый металл с этой круглой палкой для того, чтобы получилась лопата. А для этого надо что иметь в виду? Или элементарный гвоздь или шуруп? Я думаю, шуруп тогда еще не было. То есть, нужно было там, может быть, и несколько таких соединений делать. То есть, это вот такая непростая была задача. Не говоря уже о том, что ведь разные бывают условия земледелия. Там, одно дело, там, у нас чернозем есть, он мягкий, можно лопатой копать. А где-то нужно киркой. А кирка тоже довольно сложная, так сказать, орудие. Нужно ее затачивать, нужно ее, так сказать, сохранять. Потом, если вы будете ломать, так будете обращаться, что у вас эта деревянная часть ломается, кто-то должен чинить, кто будет чинить. Это надо, не просто простым ножом, значит, надо еще каким-то образом стругать эту деревянную часть. Короче говоря, когда производительные силы потребовали других производственных отношений, когда стало, когда появились такие орудия труда, которые уже, так сказать, требовали какого-то интереса у того, кто, экономического интереса у того, кто их использует. А в этом смысле крепостничество идеально создает условия. Правильно? Или, а когда произошло уничтожение крепостничества и почему переход к капитализму? Когда? Вот, значит, мы вот с Олегом сделали завод. У нас там машины стоят, паром они там все эти приводятся в движение, а дело за малым осталось. Завод есть, а никто не идет работать. Что нужно сделать? А почему вы не идете к нам работать? Мы обеспечим вам заработную плату выше, чем вы получаете от своей работы вот там и у барина. Вас никто не отпускает. Тогда мы разглашаем борьбу против крепостничества, против личной зависимости работника. Так, за освобождение, свобода, равенство, братство у нас с вами, братство, сестринство. Все хорошо. Как только мы это дело победили, обеспечили, идите теперь к нам работать. Вы говорите, не пойдем к вам, у вас не слишком здорово платят. А вы походите, поищите. Вы походили, поискали и пришли к нам. Ну, ладно, Георгий Михайлов Васильевич, ну, конечно, у вас не здорово, ну, ну, ладно, согласны я, а что делать? Вы же свободны, в том числе от средств. У вас ничего нет, ничего. Когда вас освободили, как в России освободили крестьян, так освободили, что земли им совершенно не хватает для прокормления. То есть, появились отрезки, отрезали от той земли, которую обычно использовали крестьяне. Дескать, это вот помещичье, сюда вот не заходить, все. И все крестьяне стонали после этого самого освобождения от крепостного права. И стонали они до 17-го года, до Октябрьской революции, потому что эсеры собирали наказы. Наказы состояли в том, что надо национализацию земли провести, что земля – божий дар, поэтому она должна быть ничья государственная. Крестьяне такие наказы писали. А распределять ее нужно по едокам. Вот если у вас семья 8 человек, вам 8 частей, а если у меня 3 человека – 3 части, вот так распределить. И большевики строго распределили по едокам землю. То есть взяли этот эсеровский декрет или эсеровский наказ, или собрание крестьянских наказов, которым, собственно говоря, занимались эсеры. И декретом утвердили. И сразу отобрали этих крестьян у эсеров политически, потому что все поняли, что эти доказательства разговаривали и обещали, а эти взяли и сделали. И все попытки отнять потом у крестьян землю, они к чему сводились? Ну, к тому, что вот мы можем понять, в чем состояла гражданская война. Ну, кто главной силой был вот в гражданскую войну? В России, в крестьянской. Кто? Крестьяне. Поэтому кто был в Красной армии главной силой? Были рабочие. Они, конечно, составляли меньшинство Красной армии. Были царские генералы, которые пошли на службу большевикам. Большевики тоже их привлекли. Сказали, мы вам будем платить вот не так, как мы своим чиновникам платим. Своим мы платим чиновникам с учетом того партмаксимума. Вот не большая зарплата среднего рабочего. А вам будем платить по старым ставкам, как специалистам. Идите к нам. И пошли. И у большевиков были более высококвалифицированные специалисты, военные, генералы и другие офицеры, чем у Белой гвардии. Основной состав Белой гвардии тоже были крестьяне. А ядро там были белогвардейцы, помещик, капиталисты, их непосредственные союзники. Ну и кто выиграл? Кто выиграл? Естественно, выиграли крестьяне, которые получили землю. А вот те крестьяне, которые не получили землю, как они воевали? Плохо. И вот те крестьяне, которые получили землю от большевиков, лучше воевали, чем те, которые ничего не получили. И попытки как-то дойти до Москвы у Деникина, он почти дошел. Почти дошел, но он никак не удержался и стал вешать крестьян и отнимать у них эти земельные наделы, которые дали большевики. И тем самым породил ненависть в самой своей армии, к себе. И вообще к этой всей белогвардейскому мероприятию. Точно так же, как царские офицеры, они же не сторонники большевистской идеи. Это вот люди, вот если этого не читают, они начинают объяснять это всякими идеями. А тут был простой интерес. Мы, значит, офицеры российские, у нас есть русское правительство, одно, которое во главе с Лениным, а другого нет. А это Антанта. На Антанту работать не будем. Поэтому на Антанту пошли работать более мелкие военнослужащие. И Красная Армия разгромила Белую Гвардию. Наголову. Вот это, так сказать, ну как сейчас говорят, сейчас говорят, референдум или там голосование. Вот это голосование ногами. Проголосовало крестьянство. Почему? Потому что это была вековечная мечта и интерес глубочайший, получить землю, чтобы можно было на ней ходять. То есть какая это была революция в деревне? Вот это было доведение буржуазной революции до конца. Большевики довели буржуазную революцию в деревне до конца. А социалистическая революция в деревне когда была? Ну, социалистическая революция в городе была в 17-м году, а в деревне когда? Была в деревне социалистическая революция. От того, что вот мы на дело сделаем одинаковые, мы решим эту проблему? Бедных, богатых? Нет? Не решим. Потому что когда вы разделите все, в одной семье будет больше девочек родиться, в другой больше мальчиков. Девочки, как вырастут, станут девушками, выйдут замуж, уйдут. Землю у них ему обрабатывать. А тут, значит, здоровые уже парни, могут там 8, 10, 13 человек, может быть, которые могут... Они эту землицу арендуют или покупают. И постепенно получилось у нас то, что было до 17-го года. Как что и предказывали большевики. 6% к 28-му году, 6% кулаков. 6% кулаков, также середники и бедники. Поэтому, конечно, не сказать, что такое с большой радостью люди шли на коллективизацию. Но они шли, потому что выхода другого не видели. Потому что все взвернулось на круги своя. У одних есть земля, одни богатые, другие бедные. Поэтому, когда говорят о ликвидации кулачества как классы, как-то это понимают в политическом плане, что, якобы, мы какие-то, так сказать, принимаем политические меры. А это, на самом деле, в экономическом плане означает, как только вы сделаете коллективизацию, никто не будет продавать свою рабочую силу кулакам. Вот и все. И они как класс уже не существуют. А если они будут, так сказать, какие-то враждебные действия осуществлять против господствующего класса, то, как известно, всякое государство, и в этом смысле государство социалистическое не исключение, всякое государство всегда во все времена подавляло своих противников. Рабовладельческое государство подавляло рабов? Подавляло. Иодальное государство подавляло? Сеньку Радену и Емельку Пугачеву. И восстание. И возвращало этих бедлых крепостных? Возвращало. Есть такое государство, которое не подавляет свои противники? Ну нету. Можно от этого отделываться всякими разговорами, или удивляться, или вымущаться, но это вообще исторически. Вот обратите внимание, значит, вот одна и та же идея о том, что формы производства, то есть способ производства, зависит от того, каким способом производится, то есть какие есть орудия труда, и как производятся жизненные средства. Вот от этого зависит все остальное. И тогда мы получаем пять способов производства. Кривообытно-общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, который является снятием капитализма, и тем самым выбираются все достижения предшествующих формаций, способов производства. Потому что производительные силы никуда не деваются. Производительные силы, они вообще во многом, это общественные отношения, не безразличные к производительным силам, а производительные силы безразличны к тем общественным отношениям, которые есть. Они, если брать средства производства, человек, главная производительная сила, конечно, не безразлична. А вот если средства производства, они развиваются и развиваются. Они всегда развиваются, во все времена, и при любых правительствах, и при любом строе, и при любой политической деятельности. Можете вы привести пример какой-нибудь страны или какого-то общества, в котором бы не развивались производительные силы. Такого не может быть. Вот, скажем, начнут, можно сказать, что в 90-е годы у нас было разорение, разрушение в России. И что, производительные силы не развивались? Развивались. Производительность труда росла. Даже если выкидываются средства производства, наверное, новые, ты не будете выкидывать, вы же старые выкинете. Но если вы старые выкинете, а новые оставите, производительность труда вырастет. Объемы производства упадут, а производительность труда вырастет. И поэтому, несмотря на все всякие проблемы, вот сейчас начали делать против России санкции. Хорошо, скажем, сейчас вовсю работает импортозамещение и замечают все то, что делали за границей. И этот процесс очень быстро идет, потому что все, в общем, в России есть. Все, и приборостроение, и электроника, не в тех масштабах пока, и не всегда такого качества, но все есть. А по некоторым уже позициям, ну вот такие уровни, какие есть в мире. Недавно вышел в журнал «Эксперт», там есть статья о синих воротничках, и там говорится об успехах современной России в развитии производительных сил. Именно в развитии производительных сил. Если вы возьмете какие-нибудь экономические статьи, там будут вам рассказывать про цены, будут рассказывать про EBITDA, которая там называется, какая-то часть прибыли. Вам будут рассказывать про валютные курсы. А эти вот люди, которые изучают, как изменяются производительные силы, они говорят о том, что производительные силы развиваются. Станкостроение было совсем уже в таком разрушенном состоянии. Поднимается станкостроение в России. Есть такое объединение «Стан», которое выпускает современные станки, в том числе станки с числовым программным управлением. И как вы понимаете, наши бы ракеты не летали, если бы мы не смогли заменить электронику, которую мы получаем на Западе, на свою. И разработаны два вида процессоров уже отечественных, с помощью которых можно делать современные компьютеры, не обращаясь никуда. Но они дороже будут. Пока. Пока. А дороговизна зависит от чего? От масштабов. Опять от того самого производства. Будут высокие масштабы. Например, есть у нас энергосберегающие лампы? Есть. Это вот не энергосберегающие лампы. Это старинные лампы. И хоть их пытаются выдать за новые, они были в далекие советские времена. На всяких фабриках везде были. Это люминесцентные лампы. Что здесь нагревается? Известно вам? Олег, вы тут как единственный мужчина, а нагревается что тут вот в этих лампах? Что светится? Ну это религиоведы, они вышли, смотрят, что у них эта лампа. Они там вот туда заглядывают. Значит, светится в обычной лампе, про которую говорят, деньги отберегающие, которая стоит 3 рубля. Там светится вольфрамовая нить. Там, правда, такие были фокусы, что после реформы 65-го года мудрые люди решили, раз теперь главная прибыль, после 65-го года. А ты купил лампочку, и вот она у него горит и горит, горит. Так это же разорение для производства. Надо, чтобы они перегорали. Поэтому один товарищ сделал рационализационное предложение, чтобы эту лампочку-то укоротить. У нас стало, короче, она погорит, погорит, и потахнет, погаснет. Вы пойдете в магазин, купите новый. Так это идет, и пошел оборот. И вот эти самые деньгосберегающие лампы, в основном у нас и находятся в потреблении. Вот эти лампы, тут нет вольфрама. Тут есть ртуть, пары ртути. Вот эти пары ртути нагреваются и светятся. И главный дефект этих не в том, что они вот так вот светят, так вот мигают. А есть еще пускатели, есть это вот, которые специально делаются для того, чтобы вот это вот свечение обеспечивать, дрожание вот этого света. Но сами по себе они страшны как раз тем, что вот когда они закончат свою службу, куда их бросят у нас, как вы думаете? Куда все бросают? На помойку. А что с ними будет на помойке? Они будут разобьются. И что из них выйдет? Ртуть. Ртуть. А ртуть – яд страшный. Причем яд, который, ну никуда, он там везде пойдет ходить, не вступает ни в какие соединения, и потом можно везде его найти, в том числе и в пище. Поэтому это, так сказать, лампы очень плохие. Но поскольку у нас рынок захвачен в современной России, со времен Ельцина, крупнейшими американскими компаниями, двумя, General Electric, и Philips. Вот они решили подсунуть нам, чтобы мы закупали все. И посмотрите, пройдите по коридору, там вот эти всякие закрученные такие, или просто палки. Вот эти вот. Это все те же самые люминесцентные лампы с артучью. Никто их там в мире больше не употребляет, или старается не употреблять. И во все эти самые отсталые страны их сбывают. Ну вот наши очень рады, говорят, это энергосберегающие. Ничего подобного. Они, конечно, энергию меньше употребляют, чем деньгосберегающие лампы, или как лампочки, или чай их сейчас называют. Но есть разработанные, в том числе благодаря работам нашего Нобелевского лауреата Жареса Алферова, разработанные светодиодные лампы. В чем разница? А в том, что там они светятся не потому, что какой-то элемент нагревается, а светятся потому, что электричество превращается в свет и немножко в тепло. Только немножко в тепло, а в основном в свет. То есть вот они действительно энергосберегающие. И поэтому, если вы купите 7-ваттную лампу, светодиодную, она горит как 70 ватт. Вот это энергосберегающие. Но! Вот то, что нам удалось сделать, если вы пойдете на любые станции железной дороги, вы везде увидите светодиодные лампы. Там уже миллиарды рублей экономятся из-за этого. Но в бытовых условиях в основном вот такие, или те самые деньги сберегающие, о которых я говорил. А почему? А потому что государство не вкладывает никакие ресурсы в объемы. То есть они есть, их производят, в том числе есть светлана светодиоды. Так? И это все наладан дышит, потому что нету объемов. Если был бы заказ там на 10 миллионов, или на 20 миллионов, ну, это было бы, они были бы там по 100 рублей. А если это все поштучно делается, или тысячами только, то это получается, что вот они могут быть 200, отечественные лампы 200 рублей, 250, ну, есть и поменьше, ну, отечественные дорогие. А вот китайские, пожалуйста, есть по 150 рублей. Лампы вы купили, особенно там для таких особенных помещений, как туалет и ванная, куда там все время люди включают, и все время забывают. Купите туда 5-ваттную лампу, которая будет гореть, как 50, и забудьте об этом. Включили, не включили, потому что 5 ватт, это вообще ничто, почти ничего не потребляет, нисколько электричества. И более того, у нас вот Хрущево, где я живу, у нас низкие потолки, и у нас, значит, пятиламповая люстра, от нее жара такая была прямо вся. Ну, поставили туда все эти лампы, им можно рукой отворачивать горящую лампу, а вот такую лампу обыкновенно и не так натвернется. Ну, это говорит о чем? О том, что вот развитие производительных сил все равно идет. Оно идет постоянно, или в больших объемах, или в меньших объемах, или с такими или иными противоречиями. Но вот это производство средств жизни, оно и есть вот то постоянное движение, которое потом, раз реализуется, движение уже экономическое, политическое, вот совершаются революции, переходят одного способа производства к другому, или переходят от того, что они убивают своих противников, а переходят к рабовладению. Зачем убивать, когда он может вас кормить? Смысла нет. Поэтому вот то, на чем мы остановились, говорит о том, что если мысли глубокие, а мы сейчас говорим о классических текстах, правильно? И это текст классический. То есть это не то, что вот эта мысль, которая не следует ее обдумывать, но на ней можно остановиться и покопаться еще. Если мы покопаемся, то мы найдем еще интересный момент. А есть книжки, которые являются описательными. Давайте я буду описывать. Вот здесь на первой скамейке сидит такой-то меряк, на второй такие-то сидят, сверху лампы горят. Идеи никаких, мыслей никаких тут нет, а описывать я могу очень долго. Сейчас начнем перечислять, сколько стульев за какой, и какие они, и какие столы, и какой пол, и что? Тут есть какая-то мысль? Мысль есть, но она чисто описательная. Это отражение. Также лужа отражает, если я над ней наклонюсь, она меня отразит. И она отразит лучше, чем я буду словами описывать. Правильно? В лужу не стоит превращаться. А если речь идет о преобразовании производительных сил, то тогда нужна идея. А идея что такое? Кто скажет? Мысль отвечающая на вопрос, что делать. Да, мысль отвечающая на вопрос, что делать, и побуждающая к действию. Таких мыслей мало. Вот вы можете так, внимательно, если будете слушать, что вам говорят, разговоры, своих коллег. Много там идей, что делать? Ну, не считая того, что пойдем сейчас в буфет, пойдем сейчас в столовую, пойдем, не пойдем, на лекцию и так далее. Что это за идеи? А вот есть какие-нибудь глубокие идеи? Их почти, их очень мало. Идеи мало, и вообще придумать идею, это большая. И надо ведь эту идею, чтобы сформировать, надо опираться на какую-то глубину, правильно? В том числе и философскую. А если нет такой глубины, так идею и не сформируешь, и будет что-нибудь плоское. Идея, нахожусь. Вот, это вот дальше и не пойдет. Ну вот, обратимся мы в самый низ той же самой страницы, где говорится об образе жизни. Там говорится, что взаимоотношения между различными нациями зависит от того, насколько каждая из них развила свои производительные силы. Разделение труда и внутреннее общение. Отношения между нациями от этого зависят. Ну и в самом деле, вот обратите внимание, вся вот история 20 века. Первая мировая война была связана с тем, что Германия быстро развивала свои производительные силы, и она решила переделить мир, который был не в пользу Германии. Вот Германия, разгромленная Первую мировую войну и ободранная, так сказать, державами-победительницами Англии и Франции, она развивала свои производительные силы и развила их очень сильно. Ну, как вот к началу Второй мировой войны, как вы понимаете, что уровень производительных сил в Германии был такой, что она могла потребовать другого места в мире, чем ей было уготовано, и она его потребовала. Это потом можно рассказывать, что вот был такой, такой Гитлер, были фашисты и так далее, но если у них не было бы вот этой базы производительных сил, то могли бы они всю Европу захватить? Ну, как вот Франция, у которой была линия Мажино, но все эти европейские государства, у которых были армии, которые были готовы защищать свою Родину. Ну, как они защищали? Ну, кто там защищал? Вот они прошли маршем, и французы не смогли ничего сделать. А в Англию они посылали свои ракеты, которые они начали тоже производить. Поэтому и Япония, между прочим, которая тоже была в таком жалком состоянии, она к этому времени тоже развела свои производительные силы, и они уже совместно с Германией пытались переделись в мир. Потому что что такое империализм? Империализм – это монополистический капитализм. Производительные силы развелись настолько, что образованы уже монополии. Уже не отдельные частные капиталисты, уже крупные монополии. И эти монополии влияют вообще на всю экономику мира. И они не только разделили уже весь мир, они собираются его переделить. А если у нас силы меняются, мы переделили, а потом я стал сильнее. Я приходил и говорю, нет, так не пойдет, как у нас, мы договорили. Отдавайте мне ваши телефоны, книжки, давайте сюда. А если вы усилились, вы сказали, да давайте вашу книжку, нам лучше будет листать, чем мы будем смотреть все это по компьютеру. Сила, сила, а сила какая? Экономическая. Прежде всего, экономическая сила определяет отношения между нациями. Есть нации сильные, а есть нации слабые. В чем состоял колониализм? В том, что экономически развитые страны угнетали страны экономически не развитые или слабо развитые. И тем самым задерживали их развитие, и поэтому могли долго их угнетать, потому что до, так сказать, Второй мировой войны, до вот этой эпохи изменения вообще соотношений в мире, в том числе в связи с победой антигитлеровской коалиции, они не могли освободиться от колониального рабства, от колониальной зависимости. Вот стало происходить это освобождение. То есть, если мы хотим понять, почему происходят такие изменения крупные в истории, в отношениях между нациями, опять мы не должны копаться, вот, дескать, а какой у вас национальный характер, какой у нас национальный характер, какой бы он ни был, все зависит от того, есть у вас силы или нет, нет у вас силы, ну и... В связи с этим есть разные понятия, есть понятие нации, а есть понятие национальности. Вот здесь все присутствующие знают разницу, особенно вот я обращаюсь к тем, кто хранит историко-культурное наследие. Нации, кто даст формулировку такой, что такое нация? Наводящий вопрос, как вы думаете, в понятии нации присутствует экономика или нет, или присутствует то, какая кровь у представителей этих наций? Присутствует экономика или нет? Присутствует. А еще что присутствует в понятии нации? Территория тоже присутствует обязательно. Территориальное единство. Если нет территориального единства, это не нация. Это люди одной национальности в разных местах живут. Национальность как определяется? По экономике или по крови? По крови. А нация? По крови определяется? Нет. Вообще. Вот в понятии нации, я вот сейчас вам дам формулировку, нация, нация, это общность людей, отличающаяся или базирующаяся на общности территории, экономики, языка и культуры. Все. Вот, скажем, евреи, которые живут в России и говорят на русском языке, и это язык родной. Они какой нации приняли? Они какой национальности? Евреи. А нация какая у них? русская. Это как вот правильно выразить? Это русский еврейского происхождения. Пример. Вот такой Левитан вам известен, русский художник Левитан. Вот вы же будете говорить, вот русский художник Левитан. Видите, какие он картины там? Плес, да? Какие он картины нарисовал? Это чей художник? Это русский художник? Русский. Какого происхождения? еврейского происхождения? А диктор был Левитан. Какая экономика, какая территория, какая культура? Это тоже русский русский диктор еврейского происхождения. А вы обратите внимание на особенность русской нации. Все нации обычно существительными называются. Шведская нация как называется? Шведы. Так? Английская там, англосаксы. Немецкая немцы, американцы, французы. Это все существительные. А русские как говорят? А тут прилагательные. И это прилагательные, между прочим, обнимают. У нас есть удмурты, которые одни считают себя удмуртами, а другие считают себя русскими. Хотя они по крови удмурты. А что это? Где у нас удмуртия? Там Чайковский родился. Вот так, на берегу озера, где находятся наши заводы по производству ракет. Средние и меньшие дальность и других. Есть у нас в Чебоксарах завод по производству крупных тракторов. в Чебоксарах. Какая там национальность живет? Чуваши, да, Чуваши. Но многие из них, одни считают Чувашами, другие считают русскими. Это все зависит от того уже какой образ жизни они ведут. Верно? Или вот у меня был товарищ, и есть товарищ такой, Тимофей Евгений Петрович. Он работал у нас матросом в порту, потом работал докером, потом был одним из председателем Совета Рабочих Ленинграда. Он себя считает русским по национальности, он Мари. Из республики, родился он в республике Мари-Эл. Мариец. Ну и для вообще русских это характерно. А как называлась раньше нация русская? В 19 веке. Так русские назывались? Нет? Великороссы. Вот Великороссы, тоже существительные. Великороссы, малороссы украинцы, червонороссы закарпатские русские и белорусы. О, сколько русских. Русских много. А вот выделялась Великоросса. Так что тут тоже с чем это связано? Ну связано опять-таки с одни на одной территории, другие на другой территории. И это соответственные особенности экономиков в известном смысле там имеют какие-то черты. А еврейская нация есть? А? Теперь есть. Теперь есть. Но она вот эта еврейская нация ограничена той территорией, на которой постоянно живут евреи. Но это же территория, между прочим, и живут и арабы. Поэтому территория у них общая, а там нации две. Потому что есть. Но какой-то отдельной арабской территории, экономики вроде тоже нет. То есть там тоже интересное такое то есть языка общего нет. Поэтому еще единые нации не получается, но экономика это общая. Точно так же как чувашскую экономику никак не вырвешь из экономики России. И удмуртскую экономику никак, и татарскую экономику нет. Нет татарской экономики. Ну как вы себе представляете разделение труда? Может быть татарская экономика? Это нонсенс. Поэтому мы с вами изобрели вот в такие дебри, которые обычно в других курсах не затрагиваются. Не затрагиваются, потому что у нас не экономический факультет. И вообще экономику не очень-то люди и знают. И политэкономию тоже. А современное преподавание политэкономии таково, что изучают экономикс, то есть там цены выросли, спрос упал, цены упали, спрос вырос. И всякие, так сказать, эластичность цены от дохода или дохода от цены и так далее. Изучают зависимость разных категорий рыночных. А мы тут копаем с вами производительные силы, самые основы. производительные силы мало кто заглядывает. Что в них происходит, а от них зависит все существование и развитие страны. Будет слабая производительная сила, закроет ваши музеи. В первую очередь скажет, зачем эти музеи, от них одно разорение. Правильно? И нечего будет изучать. Если будут производительные силы развиваться, будут повышать зарплату, тем, кто будет работать вам, будут повышать зарплату и давать научную работу. Надо людей оторвать от производительного труда, чтобы они постоянно занимались только этим исследованием. Правильно? Вы на это и претендуете, между прочим, если я правильно понимаю. Так, вот такие интересные мы выводы получаем, хотя даже когда мы начинаем смотреть национальные вопросы, все они связаны с тем же самым, о чем и говорили Маркс и Энгельс. Дальше. Уровень развития производительных сил нации обнаруживается всего наследие в том, в какой степени развить у нее разделение труда. То есть пока один все делает, тут никакого развития нет. А вот когда разделяется труд, одни занимаются земледелием, другие занимаются животноводством, одни занимаются сельским хозяйством, другие занимаются промышленностью, промышленностью разной отрасли, и чем более развито Разделение труда тем больше. Сейчас у нас лекция. Дальше. Разделение труда в пределах той или иной нации приводит прежде всего к отделению промышленного и торгового труда от труда земледельческого и тем самым к отделению города от деревни и к противоположности их интересов. Дальнейшее развитие разделения труда приводит к обособлению торгового труда от промышленного. Вот проблема преодоления различий между городом и деревней. Вот когда сначала они отделились, а теперь, кажется, мечта тех, кто хочет добиться социального равенства, чтобы этого разделения на город и деревню не было. Чтобы в городе не было той самой загазованности, не было уничтожения всей растительности по возможности под предлогом постройки новых зданий. А чтобы в деревне был бы уровень культуры и возможности получать культурное развитие не хуже, чем в городе. Это до этого далеко, как вы понимаете, очень далеко. И то, что мы наблюдаем, пока идет даже вообще в противоположном направлении. Заславская такая была академика, она заявила о том, что есть неперспективные деревни. Дескать, у вас там живут 15 человек, надо эти деревни ликвидировать. Пусть ходят в школу, вон туда ездят за 20 километров. Перспективные деревни. А там есть люди доживают и пусть доживают. Так быстрее они доживут. Если оттуда все убрать. И амбулаторию, и медпункт убрать оттуда, и магазин оттуда убрать, они быстрее там доживут. И этот процесс, он очень сильно шел. И люди, которые бывают сейчас и знают в деревнях наших таких исконных русских областях, знают, какое разорение там произошло. Вот говорится о том, что различные ступени в развитии разделения труда являются вместе с тем и различными формами собственности. То есть, каждая ступень разделения труда определяет также отношение индивидов друг к другу, соответственно их отношению к материалу, орудием и продуктам труда. Вот с этим я вставлю перед вами вопрос. А что такое собственность? Почему от разделения труда зависит собственность? Собственность, как вы понимаете, что такое? Вы мне можете сказать, а мы это не изучали. И будьте правы. Ну а мы же изучаем реальную жизнь, какая она есть. Независимо от того, что, а вдруг мы это в какую-то сторону не изучали. А нам нужно все равно узнать. Вот если мы хотим изучить что-нибудь, мы же должны знать, что это такое. А не отделываться, что мы это не изучали. Ну хорошо, изучайте. Вот у нас этот самый курс, который мы с вами ведем, он дает возможность нам, ну какие-то прорехи, какие есть. Порехи не в том смысле, что плохое образование, а в том, что оно в известном смысле отраслевое и с дырами. То есть, если у нас не получается рассмотрение целого, значит, надо пополнять это и возмещать. Вот собственность кто-нибудь, можете сказать мне? Это имущество, которое, во-первых, не конкретному человеку. Вот у нас получается, что, во-первых, не конкретному человеку, потому что, может быть, общественная собственность всему обществу, государственная собственность государства. Во-вторых, сразу нескольким акционерного общества, не конкретному человеку. Это раз. У которых, если это имущество, то это не собственность, а объект собственности. Вы отличаете объект? Вот у вас авторучка, если я вижу, я внимательно смотрю и вижу авторучкой. Это собственность или это объект собственности? Объект собственности, а не собственность. Это объект вашей собственности. Эта авторучка находится в вашей собственности. Это точное высказывание. А если сказать, что это собственность? Ну, так говорят. Но это имеется в виду. В связи с этим я бы задам вопрос такой, ну, засыпку. А у вас? На собственную голову есть у вас? На собственную голову есть у вас? Собственность? Вы что, это собственность, это право владения? Право вам? Ну, чтобы владеть головой, вам право надо? А что, без права вы не можете шею повернуть? Попробуйте покатять вот так. Ну, права тоже бывают разные. Вам право на это нужно? Вам нужно право, чтобы покачать головой? Вот я без всякого права могу покачать, говорить, ай-яй-яй-яй-яй. С чего зашел народ, что ему право нужно? Да голова все-таки в вашей собственности находится или нет? Как-то уклонились от ответа. В зависимости от способа производства, образа жизни. Нет, это правильно. Но голова-то в вашей собственности находится или нет? Ваша? Пока да. Пока, да. А скажите, зачем вам собственность на голову? Вот зачем вам собственность на голову? Не усложняете ли вы себе жизнь таким пониманием? Вот поймите, какая вещь. Вот в чем разница между вашей головой и вот тем, что у вас есть? Вот смотрите, что у вас там есть, чем поживиться? Ну, книга хотя бы, вам не жалко книгу эту. Ведь все равно вы знаете, что я ее не заберу. Так? Вот это ваша книга? У вас есть отношение к ней, как к своей? Видите? Ну, вы свистните, чтобы она к вам пришла. Если это ваша книга. Если это собачка, вот она, позовете Шарик, она прибежит. А книга прибежит к вам? Она естественным образом является вашей книгой? Мне кажется, более естественна вот в моих руках. Посмотрите, как это. Мне очень даже идет. Я листаю. Тут Маркс и Инглес, немецкая идеология, политизма. Хорошо же. Почему она ваша? Давайте считать, что она моя. Давайте. Вот. И она стала в моей собственности. А в чем дело? А в том, что я привлек к этому не свое отношение к книге, а я привлек общественные отношения между нами. Если они так сложились, что мы решили совместно, и вы признали, что это моя книга, и все остальные. Но она случайно у вас была. У меня она уже основалась серьезно. Правильно? Вот. Теперь уже переходим к телефонам и другим. А если это ваша голова, зачем вам собственность? Она и так ваша. То есть то, что является природным образом вашим, не нуждается ни в какой категории собственности. А вот вопрос этот встает о том, что значит ваша эта кофточка или свитер? Что это значит ваша? С чего это я должен думать, что она ваша? Вы с кого-то сняли. Ну как вы докажете, что это ваша? Она не природным образом, она вашим не является. Значит, она ваша может быть. Если не природным образом, то каким? Ну, у вас вариантов очень мало. Если она природным не является, значит, каким она образом может быть ваша? Вот рука точно ваша природным образом является. Тут ничего не поделаешь. Рука и голова. А вот та же самая кофточка. Так вот ее. Каким она может быть ваша образом? Я за нее заплатила. Что значит заплатили вы за нее? А может вы украли? Откуда я знаю? Заплатили вы? Есть у вас чеки-то? Нет чеков? Носите с собой все время чеки. А если вы сами связали? А не заплатили? Что обязательно надо заплатить? Если вам подарили. Ну как она становится вашей? Вот как она становится? Вот про нос я не спрашиваю, про глаза, про щеки. Это все понятно. Есть и все свое. А как это становится? То, что не свое, своим. Оно же не свое. Вот это на самом деле не ваше. Не вы делали. Делали это наверняка в Южной Корее где-нибудь. Или в Китае. Еще вдруг она не собственность китайцев или корейцев, а ваша. Объясните мне. В чем дело? Это какой образ? Это природный образ? Все равно природно ваше, а природно на чья? Вот тот ее делает, он вроде скажет, вот мой труд. Это результат моего труда. Он может хоть сослаться на это. А вы можете на это сослаться? Вы сами сделали. А вы только можете тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И это от этого собственность, от того, что вы нажимать можете. Ну какие варианты есть, если не природным образом, то каким? Искусственным. Правильно, искусственным. А искусство – это что? Это еще деятельность собак, кошек, рыбок. Искусство – это что? Еще деятельность человека. То есть общественным путем. Собственность может вот что-то не ваше, то, что не является естественным образом вашим, может быть вашим только общественным путем. Вот как только она сказала, что эта книга моя, и вы с этим тоже согласились, ну теперь я спокойно могу ее забирать и уносить. Все. А если она сейчас передумает, мы уже скажем, не знаю, вот сейчас я опрашивать начну вот этих трех. Они говорят, что это моя книга. А ваш уже разговор туда-сюда не пойдет. То есть собственность – это категория, которая применяется для того, чтобы считать предметы своими, которые своими естественными путем не являются. Вот не тетрадка эта, не ваша, не часы эти, не ваши, и природным образом, правильно? Они точно так же будут у меня на руке хорошо, на правой, а то налево у меня есть часы, а на правой нет. Давайте сюда. И так далее. Не ваша ручка. Все это никак не является. Ну вот люди определений таких хороших, глубоких не знают. И я еще раз хочу вам продемонстрировать, что такое вот классические тексты. Потому что не классическое понимание собственности, а такое ходячее. Это примерно вот, примерно такое то, что вы говорили. Я могу и больше сказать. Собственность – это пользование, владение, распоряжение. Пользование – это значит, что книжку вы читаете, пользуясь в ней, извлекаете. Владеете ей, то есть это фактическое обладание над вещью. Фактическое обладание вещью. Это вот владение. Вот сейчас собственник вы, а владелец кто? Я вот сейчас открою окно и ржах туда. И вы ничего не сделаете, потому что я сейчас владею. Фактически господствую над вещью я. И кто там, собственник, меня это вообще не волнует. Она полетит так же хорошо, независимо от того, кто у нее собственник. А вы, как собственник, можете распоряжаться. И говорите, так, Михаил Васильевич, ну показали, верните мне книгу на место. И я, как человек, так сказать, понимающий, что вы на самом деле собственник, я вам ее возвращаю. То есть в этих категориях пользования, владения, распоряжения, собственность себя проявляет. А еще, собственность, называют присвоением. Вы вот свитер-то присвоили. Он же изначально был просто на станке был сделан. Или кто-то его связал. А вы его присвоили. Как так? Как вот вы его взяли и присвоили? И вы присвоили свой свитер? Я не думаю, что вы родились в свитере. Все-таки не думаю, не так было дело. Так вот, теперь можете записать, я вам сейчас даю формулировку, понятие собственности, которое Маркс дал в экономических рукописях. Вот в этой нету. Дело в том, что это тут начатки вот этой теории, в том числе экономической, в экономической, в этой немецкой идеологии. А более-таки развернутое определение имеется в других произведениях. Вот собственность, есть отношение субъекта. Кто может быть субъектом? А кто угодно. Вот не обязательно конкретный человек, как вы сначала сказали. То есть субъектом, лишь какая-то часть общества дает частную собственность. А если все общество дает, общественную собственность. В зависимости от того, кто субъект. Собственность не дуальная, может быть, если индивид какой-то имеет собственность. Есть коллективная, если коллектив. Так вот, собственность, есть отношение субъекта к объективным условиям производства. Вот они опять условия производства. Чувствуете, вот то, о чем мы говорим? Производство средств жизни к объективным условиям производства. Собственность, есть отношение субъекта к объективным условиям производства. И если я на этом поставлю точку, то получится, что ничего не выходит с этой собственностью. Потому что вы, если у вас есть какое-то там объективное отношение, как к своим, и как вы удерживаете себя, я заберу эти ваши вещи, ничего вы не делаете. А вот как к своим, последняя фраза, в объективном условии производства, как к своим, означает, как не к чужим. А это вы индивидуально не можете так относиться. Они свои могут, только если общество это признает, если это закреплено общественным путем. Вот, я думаю, все понимают, что когда колонисты поехали в Америку, там никакой собственности не было. Правильно? Ну, и как появляется собственность? Вот, приехал я, огородил участок в прериях. Ну, приехали люди вооруженные, конечно, они до сих пор вооруженные. И так, так сказать, закон позволяет им носить оружие. Несмотря на то, что у них там очень много преступлений и много перестрелок, тем не менее, сохраняется. И вот вы зашли ко мне на участок. Я говорю, не заходи, это мой. А как вот это закрепить, что это мой? Раз, и... Так, вы поняли, что это мой участок? Это уже лежит. А вы поняли, что это мой участок? И вот общество засчитало этот участок за мой. Вот когда оно его засчитает за мой, тогда можно продавать. А как вы будете продавать, ворованное, что ли, или захваченное? Как вы будете продавать просто так? Так не получится. Или покупать? А само по себе присвоение, это что такое? Вот тоже вопрос. Что значит присвоение? Вроде интуитивно, понятно, да? Вот иду я по магазину. Сейчас они самообслуживаю, я хорошо вижу булка. Беру булку, откусываю и с этим батоном иду дальше. Что будет? А ничего не будет. Так и пойду. И что, это будет присвоение? Ну, если отнимут, у меня не будет, а если не отнимут, то будет. После того, как бабушку одну довели до смерти, подумают, вот дедушка идет, батончик ест. Лучше его не трогать, потому что можно сесть в тюрьму. И все, пошел батончик мой. Никаких денег не надо. Попробуйте. Но я вас не ворвать, сыр. Скажут, ну студенты, они же вообще голодные, у них стипендия 1480 рублей. Как можно вообще от них булку отнимать? Я не понимаю. Короче говоря, что такое присвоение? Присвоение – это процесс, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Я не просто взял, а я откусил и ем. Если я вообще успел маленькую булочку съесть до того, как до кассы дошел, так и вообще проблемы нет, правильно? Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. И хотя сейчас мы говорим, что в собственности могут быть заводы, фабрики, пароходы, но они вот тоже превращены в процесс жизнедеятельности собственников этих вот заводов, фабрик, пароходов. Потому что он вдруг решит, что этот пароход нужно продать, он его продаст. Если завод это нужно остановить, он его остановит, правильно? То есть в собственности отношения субъекта к объективным условиям производства. Я вас спросил про голову, а голова у вас объективного условия производства или субъективная? Вы гвозди не забиваете никогда? Нет? Тогда она не объективного условия производства. А что вы можете еще головой делать? Вот футболисты играют головой. А, вот можно ковши наносить, кстати. Строитесь на работу, будете воду носить. Сейчас вот эти, знаете, таскают, так тяжело им. А вы так грациозно будете нести. Надо сделать красивые стеклянные кувшины. И вот сейчас как раз разносят. Это отбоя не будет. Это бизнес такой будет сильный. Идет девушка и несет кувшин. Да все лучи это будут вызывать, чем у этих дураков. Красота. И голова будет условием производства. Правильно? Вот очень хорошее, очень глубокое определение собственности, отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Как к своим. Так, понятно. Ну, начинаем смотреть. Я вот жду, что вы тоже будете что-нибудь находить. Вот здесь, вот на этой же странице, которую я открыл, это у меня 20-я страница собрания сочинений, говорится о том, что соотношение этих различных подразделений обусловливается способом применения земледельческого, промышленного и торгового труда, патриархализм, рабство, сословия, классы. Классы, это что такое, кто-нибудь может сказать? Вот классы, это категория, которую употребляет Марк Энгельс и часто, а что это такое? Классы. И кто открыл классы? Скажите, пожалуйста, кто открыл классы? Есть такое понятие классы? Если оно в науке есть, значит оно не само же появилось. Правда, вот никто не хочет сказать, кто открыл развитой социализм, потому что это, так сказать, обманные концепции, которые, как говорится, после как обман раскрылся, нет авторов, никто не хочет признаться. Кто же придумал такую чепуху? Или научно-техническая революция, например. Кто это такое открыл? Если считать, что это большое изобретение, то кто открыл-то? Нету. Фамилии знаете, нет? А я знаю фамилию, не скажу. Он не открыл, а он стал об этом разговаривать. А вот что такое научно-техническая революция, это отдельный большой вопрос. Но мы еще к нему вернемся. Сейчас вот давайте к классы. Что такое? Кто открыл классы? Марс открыл классы? Вот я не знаю, как три тяжелого без пистолетов вот преподавать. Так, когда подошел, справился, Марс открыл класс или не открыл, сразу был бы какой-то ответ. А так, ну просто, я не знаю, куда обращаться. Классы – это серьезное понятие, кто-то ведь открыл его, не знаете? Ну или вопрос, который я поставил, Марс открыл классы или не открыл? Уже нет, известный-то не был. Вот, нет, были, вот правильно, Олег, правильно знает. А кто? Ну известный, а кто открыл? Что-то само это вошло понятие. Вообще классы – это классификация, правда? Классы – это деление общества на какие-то большие группы. По какому-то принципу. А кто это вот придумал? Потому что вот делят классы растений, бывает, да? В ботанике. Классы животных, парнокопытный, членистоноги, так? Членистоноги, знаете хоть таких? Да. Пауки, жуки. Так, дальше, что мы знаем? Позвоночные, беспозвоночные, так? Мы к какому относимся классу? Позвоночных или беспозвоночных? Вот. Поэтому, а вот беспозвоночных позвонок не болит, никогда позвоночных не болит, им хорошо. А нам плохо, у нас бывает боли. А еще такие страсти, что бывает кто-нибудь сломает позвоночных. А без позвоночных такой проблемы нету. Амебы не имеют этого. То есть, там вот расплассифицировано. Ну, а кто такую классификацию навел? Значит, выяснили, что не Маркс. Ну, вот я принес вам как как водится, так сказать, на каком-нибудь процессе доказательство письменное. Письмо Маркса Иосифа Вейдемейера в Нью-Йорк. Лондон 5 марта 1852 года. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, не та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня, вот прямо как Олег сказал, вот прямо один к одного, задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. А буржуазные экономисты экономическую анатомию классов имеется в виду Адам Смит, Рикардо, а буржуазные историки это Тьерри, Минье и ГИЗО. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Опять та же мысль, обратите внимание, с фазами развития производства, все сводится к производству вот этих средств жизни. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и обществу без классов. Маркс и Вейдемейру в Нью-Йорк, Лондон, 5 марта 1852 года. А история открытия классов такова, что феодалы уже почувствовали, что их время заканчивается. И феодальные историки решили начать упредительное наступление на идеологическом фронте, что управлять государством могут только благородные. вот если у меня папа граф, я могу управлять. У вас папа граф? Так, у вас вычеркиваем, у вас вы не принцесса? Нет? А у вас папа не барон? Та, тоже вычеркиваем. Так, есть у вас какие корни? Ну, нету дворянских корней? Нету? Значит, вы тоже не можете. Ну, значит, я один буду управлять, извините. Вот, значит, феодальные историки начали эту, так сказать, пропаганду, которая привела к тому, что выступили буржуазные историки, поименованные мною, Череменея и Гизо, но они не могли доказывать, что управлять должна буржуазией. Они же не могут так поставить вопрос, а во всеобщей постановке вопрос ставили они, что управлять могут разные классы, разные классы, в зависимости от того, разные люди, в зависимости от того, в каком они положении находятся в производстве. И делить на классы нужно по положению в производстве. Деление на классы это не по свету глаз, не по взглядам, не по идеям, а по какому принципу. И этот принцип был введен по положению в производстве. И эту экономическую анатомию классов раскрыли как раз Адам Смит и Рикардо по положению в производстве. Вот принцип. Строго говоря, в понятии классов нет ничего от субъективизма или от сознания. К какому вы к классу относитесь? Это не имеет ничего общего с вашими представлениями, взглядами, идеями. Почему? Ну, наверное, вы знаете исторические примеры, что представители самых разных классов могут занимать самые противоположные позиции. Например, Ленин – дворянин, а он является вольдём рабочего класса. Маркс – буржуазный интеллигент. Положение его в производстве, что он материальный благ не создаёт, создаёт духовный благ. А вот соратник его, Энгельс, сначала он был тоже такой же буржуазный интеллигент, но папа у него был. Правда, не дворянин, а фабрикант. Поэтому Энгельс после смерти своего папаши стал фабрикантом. Ну, фабрикант может быть идеологом рабочего класса? Может, потому что общественное бытие определяет общественное сознание, но по отношению к отдельному человеку это не работает. А человек из продукта обстоятельства воспитания. Как сложилось? Вот это очень интересно и привлекательно. Значит, что мы получили, что вот и вопрос о классах тоже упирается в положение в производстве. А потом развертывается. У Ленина развертывается, у Великого Почини. Подробно это вот положение в производстве. Это место в исторически определенной системе общественного производства. Отношение к средствам производства, большей частью зафиксированное в законах. Оформленное в законах. Роль в общественной организации труда. Ну, кто подчиняется, а кто руководит делами экономическими. Размеры и способ получения той доли общественного богатства, которую располагают люди. Вот так традиционно получилось в науке, что интеллигенцию классом не называют. Во-первых, потому что она не такая большая группа. А во-вторых, потому что она очень слабо отличается от, скажем, от той же самой мелкой буржуазии. Вот мелкая буржуазия чем живет в буржуазном обществе? Продажей своего продукта. Мелкая буржуазия – это кто такие? Вот, кстати, тоже вопрос. Кто знает, кто такой мелкий буржуа? И можно ли его определить так? Маленький буржуай? Нельзя так его определить. Мелкий буржуа – не буржуй. Вот в чем беда. Как определяются мелкие буржуа? Можно я скажу? Ну, по крайней мере, я на занятиях отвечаю, работаю. Не должно ли сказать, что я тут ничего не делаю? Правда? Значит, мелкий буржуай – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Классическое определение. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Работающий, не эксплуатирующий тяжелого труда, а работающий. Причем таких мелких хозяйчиков элементарно можно эксплуатировать. Допустим, они произвели продукт, которым 8 часов труда закреплено. Поехали на рынок, а там перекупщики сказали, ну, слушай, бабушка или дедушка, ну, что ты там будешь стоять? Ты тебя же все обманут. Давай мы тебе сразу живые деньги дадим, и ты поезжай в свою деревню, купи себе маслица, купи себе соли, что тебе надо еще, гостинцы детям, внукам. Поезжай туда, вот тебе денежки, иди. И дали мы денежки, которые содержатся, в которых содержатся 3 часа труда. А он 8 часов потратил. Значит, 5 часов перешло этого труда куда? Вот этим перекупщиком. И сейчас такая же картина. Вот сейчас у нас молоко. Сколько стоит бутылка, литр молока в производстве? Ну, 20. Больше, чем 20, им не заплатят. Никто. Так построена уже вся эта пирамида сейчас? Что тем, кто производит молоко, если вот вы фермер, что значит фермер? Вот мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вы же, если вы не работаете на рынок, вы не мелкий буржуа, вы просто патриархальная хозяйка. Вы молоко производите и сами выпиваете, и кого-то угощаете. Это не мелкий буржуа. Это патриархальная хозяйка. Вот я сама люблю всё своё. У меня и огурчики, у меня и грибочки, у меня и брусничка есть. Я сама в лес ходила, сама засолила. Тем более брусника мочёная сейчас. Очень даже хорошо и полезная зимой. А тут вы пошли продавать. 20 рублей. А сколько стоит литр молока? Ну, не меньше 50. То есть, вот коробка и прочее, это всё достается, то есть, эти атрибуты позволяют получать гораздо больше, чем непосредственно производить. Вот у меня мой коллега работал директором молочного завода. И даже не просто коллега, я был на полуставке деканом факультета профессиональной переподготовки в Академии гуманитарного образования на Казанской. И он там преподавал у меня индивидуальное производство. Вот как раз индивидуальную экономику отдельного предприятия. Он был директором Сосновского молочного завода. Вот приходит молоко на завод, что с ним делать? Первым делом. Вот что бы вы стали делать, живя в нашем современном обществе с молоком? У человека прямо так его стали бы продавать, да? Не-е-е. Сначала надо его сепарировать всё. Сепаратор что делает? Отделяет жирная часть от нежирной. И вот это вот то, что остаётся, раньше называлось обратно. Его везли обратно и поили телят. Сейчас и телят мало стало. И женщин много, которые хотят похудеть, им вот им отправить. Пусть они там, то им задорого продавать чуть ли не как молоко. Говорят, вот пейте однопроцентное молоко и не будете толстеть. Но вы и так не толстеете, всё равно пейте однопроцентное молоко. Мы будем толстеть от того, что будет продавать вам это молоко. Потом начинается вот процесс уже такой, что вот продают молоко разной жирности. 3,2. Что, вот есть коровы, на которых там вместо этих разводов, там на боках написано 3,2, да? Так и есть коровы? Нет. Как мы пылицы 3,2? А очень просто. Берём вот этот вот, этот обратно, вот это обезжиренное молоко и добавляем туда, нет, сначала 2,5 делаем. Это нормализованное. Только не путайте нормальное с нормализованным. Нормальное это вот молоко, сколько там бывает? 4% жирности, 5, 6. Какая корова, правильно? На корове не написано, сколько там будет процентов. По-разному, разное молоко. Вот оно всё собирается. И 2,5. Доливают туда этих сливок так, чтобы получилось 2,5%. Нет, проблемы нет. Теперь доливают вот другие бутылки, 3,2. И оставляют, так называемое, цельное молоко. Не путайте цельное и нормализованное. Нормализованное это вот всё вот туда налили. А цельное это его не сепарировали. Вот это вот цельное молоко продают, оно вот дорогое. Отборное пишут. Отборное это цельное молоко, поскольку оно цельное, оно не сепарированное, поэтому там они не могут точную жирность указать. Пишут там 3,7, там 4,5. Тире. По-разному. И могут указать вот уже конкретные бутылки, какая там жирность, но изначально не могут. В итоге что получается? Что вот непосредственных производителей, товаропроизводителей, мелких буржуи эксплуатируют. Забирают у них их труб. Поэтому нельзя их отразить, буржуя, никаким образом. Во-первых, они сами работают. Во-вторых, они никого не нанимают. В-третьих, они не эксплуатируют. Или если они нанимают кого-то, то эпизодически на время. И немногих. И основная масса у них труда – это свой труд. Вот такой мелкий хозяйчик, работающий на рынок, называется мелким буржуа. И обычно в каждой капиталистической стране, не в абстракции, которая вот в капитале у Маркса, я скажу, давайте будем считать, что у нас есть буржуазий и рабочий. Всё. Это в абстракции. А на самом деле в любой стране, во Франции, в Германии, в России, кто есть? Рабочий класс, буржуазия и мелкая буржуазия. Ну, а поскольку мелкая буржуазия – это те, кто производит материальные блага, а если я продажу духовные блага, я на продажу. Вот у нас норовят, нас тоже так изображать, что мы продаём. Так вроде я считал, что я знания несу народу. Нет, говорят, нет, это не то. Сейчас вы продаёте, мы продаём, уже университет продаёт какие-то образовательные услуги. Ну, вроде как парикмахер, он может вас подстричь, то есть голову обрабатывать снаружи. А вы, говорит, Михаил Васильевич, вы изнутри голову обрабатываете, услуги ваши будем торговать. Поскольку у нас есть государственная организация, она как бы торгует. У нас же есть платное образование. Вот она продаёт эти образовательные услуги, дескать, вам бесплатно, вам платно, вам бесплатно, вам платно. И сидят в одном и том же. Ну, мы, естественно, преподаватели, нам какая разница, Это платно или бесплатно. От этого дважды два не становится ни семь, ни три. От того, что это платно или бесплатно. Но общественным образом получается, что услуги образованных людей или деятельность образованных людей превращают в товар. Хотя естественным путем он товаром не является. Потому что товар – это вещь. В самом начале капитала написано, что товар – это прежде всего полезная вещь. А у нас труд, что дает, не вещь, а идею. А идея – это совсем не то же самое, что товар. Вот смотрите, мел может быть товаром. Если я этот мел продам Олегу, поменяюсь с ним на телефон, то будет такая сделка не очень для него выгодная. Но сел-то у меня домой специальный. Потом будете рассказывать, что это мел получен. Тогда это обычный телефон. Поменялись. А если я вам знания даю, они в чем у меня пропадают, что ли? Тут нет обмена. Когда речь идет о распространении знаний, об обучении или пропаганде знаний, то есть о деятельности людей в умственном труда, здесь вообще нет обмена. Поэтому здесь нет места торговли. Но торговать можно. Сейчас всем можно торговать. Но совестью тоже можно торговать. Чем только они торгуют. Если есть основная масса продается продуктов, производится как товары, то на этой основе разворачивается торговать всем остальным. В том числе и идеями. В том числе вот это вот. Сейчас, говорит, мы не будьте эту музыку слушать, потому что теперь интернационал это какая-то компания. Интернационал вы не можете включить, не заплатив деньги. Там, так сказать, собственники этого самого, вот этого произведения. Дальше больше там идет в сети. Это нельзя, это нельзя, это заплатить. И если вы слушаете, например, то и пират. Сделайте себе повязку теперь вот такую на глаза. И слушайте, пожалуйста, ту музыку, которую вы находите в сети бесплатно. Но уж тогда уж пират так пират. И нож такой кривой, то есть все, пират называют. У меня один товарищ дипломник писал по этому поводу, что все время шла борьба с теми, кто пытается превратить в собственность то, что не является объективным условием производства. Понятие собственности тоже не подпадает. Идея разъявляется объективным, она субъективным условием производства. Поэтому нельзя ее делать объектом собственности. Скажем, умные люди или умные писатели. Лев Толстой сказал, не-не-не, я не хочу, чтобы у меня после моей смерти потом право на печатание моих произведений, мои родственнички имели этим и торговали. Поэтому я разрешаю всем печатать сколько угодно и все. Так? Лев Толстой. И потому что он великий писатель, он очень широко распространен в мире. А еще и потому, что нет никаких границ распространению его произведений. Но скажите, пожалуйста, настоящий ученый, он заинтересован в том, чтобы его идея как можно широко распространялась или чтобы она была ограничена. Так, у вас деньги есть? Нету? А проходи. Я тут посмотрел в Ринс. Мы же в Ринс на свои там труды. Думаю, да-ка мне лень было лезть, и что-то мне нужно было посмотреть у себя в работе. Я раз там, на Ринс нажал, там говорят 140 рублей. Думаю, пошли вы. Я так сказать, думаю, ладно, пойду к нему открывать. 140. Это вот я могу теперь, чтобы посмотреть в Ринс, я должен зайти и заплатить деньги туда. Ну, то есть там вы можете туда по карте послать и так далее. И дальше больше. И втягивается в это государство, что, дескать, мы будем бороться. Чем вы будете бороться? Какой научно-технический прогресс? Когда для того, чтобы был научно-технический прогресс, надо снять всякие препоны распространению новых технических достижений. Так? Так. То, что авторское право, это остаётся. Так если вы меня читаете, так вы цитируете, что вы это взяли из Попова. Это страница такая, книга такая. В чём проблема? Не надо путать авторское право с торговлей идеями. Вот авторское право, если вы чего-то там берёте кусками и не ссылаетесь, это называется научный распространение. Плагиат. А если вы ссылаетесь? Ну, если вы включаете, известен ваш компьютер, известен ваш IP. Тут вообще нет вопроса, кто это делает. Поэтому здесь совершенно понятно, кто проигрывает. Поэтому ясно, что вы не коммерцией занимаетесь. Другое дело, если кто-то хочет этим торговать вместо автора, ну, тогда да, тогда надо. Вот это могут быть пираты. То есть пираты – это те, которые торгуют идеями вместо. То есть авторы дают бесплатно, а они этим торгуют. Вот, например, моя книга «Социальная диалектика». Я знаю, что если откроешь там её, как её купить, там некий Жанн Алозенов ей торгует. Он говорит, давайте заказывайте, я вам напечатаю. Есть такой человек, я его не знаю. А мою книгу можно скачать на фонде рабочей академии, на сайте бесплатно. А тем не менее, ну, не все знают, где её можно бесплатно скачать. А вот есть люди, которые торгуют ей. Так, ну что, мы вот сегодня тоже интересные вопросы разобрали, важные и полезные для нас с вами, да? Вот, поэтому какая у нас, совет, перед вами задача? Какая? Вот, доклады. Доклады возьмите там, вот какое место вы дальше читаете. Найдите интересная какая мысль, которая вам показала, вот, заслуживающая внимания, и рассмотрите её. Рассмотрите её, вот так сказать, так. Какое-то имеет значение. Что это означает? Вот она современная, или она, так сказать, это уже можно забыть, и так далее. Правильно? То есть критически надо к этому подойти. А всякая критика состоит не просто в невытвержении, а состоит в том, что найти в ней то, что, скажем, сейчас актуально и современно, и то, что в той или иной мере отошло. Правильно? Так, спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...